Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных людей, художников, скульпторов, фотографов. Рауль Убак, урожденный Рудольф Густав Мари Эрнест Убах. Бельгийский фотограф, художник, гравер, скульптор, принадлежащий к новой школе Парижа. Раннее детство прошло в Германии, между Керном и Франком. В 1919-м его семья переехала в Мальмеде, небольшой городок. Семья матери в течение нескольких поколений управляла кожевинным заводом. Через некоторое время Рауль Убак получил бельгийское гражданство. Учился в Королевском Атенуме в Мальмеде до 1928 года, для того, чтобы стать агентом воды и лесок. Вот как написано в Википедии, переводной. Возможно, конечно, к риоту. Вернувшись в Париж в 1930-м, посоветовал родителей, поступил с Орвоном. Познакомился с сюрреалистами, посетил мастерские Монпарнаса. Встретил Камилу Брайан, Отто Френдлих. Встретил Андрея Бретона и часто бывал в сюрреалистической среде. Совершая пешие прогулки по Европе, Италии, Швейцарии, Австрии. Отто Френдлих посоветовал ему поехать в Керн, где он поступил в школу прикладных искусств и работал над рисунком и фотографией. Там встречает Агату Шми по имени Агуи, на которой женится в Икселе в 1939 году. Рауль Убак экспериментирует фотографии с процессами горения, соляризации и окаменения. И в 1933 году выставляет в Париже результат своего исследования. В 1934 совместно с Камилой Брайан опубликовал под именем Рауль Мишле сборник стихов фотографий. Он доставляет предметы в самых неожиданных местах, показывает стихи и картины на стенах и принимает участие в деятельности сюрреалистов. Общается с Хансом Белвером, Виктором Браунером, Джамином Перетом и Раулем Хаусманом, знаменитые художники. В 1936 году участвует в серии фоторабот, в которой он сочетает несколько процессов. Объединение негативов, наложение и соляризацию, наложение или смешение негатива. И позитивные, создающие впечатление окаменения, выдувания, курения, горения или вуалирования клише. Часто повторно использует фрагменты обнаженной натуры двух своих моделей, Агуи и Марты, жены Поля Нубе. Некоторые из его фотографий опубликованы в сюрреалистическом журнале Минотавр. Для международной выставки сюрреализма в Париже в 1938 году Андрей Бретон поручил ему сфотографировать выставленные манекены. В начале Второй мировой войны уехал из Брюсселя, затем и из Парижа. В 1941 году вернулся в Брюссель, где представил картины на выставке фотографий. Но галерея была закрыта по приказу купантов. Война постепенно отдаляла его от сюрреализма. В 1939 он начал рисовать пером простейшие предметы. Стаканы, фляги, фрукты и хлеб, ножницы или ножи на талии. В 1951 году галерея ММАЭ регулярно выставлена его гуаши и картины. В 1958 приобрел дом в Дьедоне, где открыл две мастерские по живописи и скульптуре. В 1968 году ретроспектива работ была представлена в Брюсселе и в Музее современного искусства в Париже. В 1973 он получил национальный главный приз в области искусств. Убак проиллюстрировал своими рисунками, гравюруми, литографиями около 30 книг. Работа Убака представлена во многих музеях Франции и Европы. В 1980 году почта Франции убстила Марку с изображением одного из его творений. Использовал технику выжигания. Техника заключается в погружении негатива в воду, которая будет нагревать. Умер в возрасте 74 лет в 1685 году, 24 марта. Ну вот так вкратце все то, что мне удалось найти из переводной википедии о бельгийском фотографии, художнике, гравюре и скульпторе, который принадлежал к новой школе Парижа Рауль Ба. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова